Название MUX ничего не скажет подавляющему большинству россиян. До недавнего времени под этим именем марка Isuzu выпускала перелицованный Chevrolet Trailblazer, но сейчас японцы серьезно потратились своими силами, создав внедорожник нового поколения. В основе новинки лежит свежайшая интерация пикапа Isuzu D-Max, поэтому схема шасси хорошо знакома. Спереди стоит независимая двухрычажка, а сзади неразрезной мост. Вот только на внедорожнике сзади внедрены пружины вместо ресор. Набор дизельных моторов целиком взят от родственного пикапа. Это базовый агрегат отдачи 150 сил, а также трехлитровая четверка, знакомая по грузовым моделям японской марки. К последнему прилагается безальтернативная коробка автомат на 6 ступеней. В Азии большая часть автомобилей разойдется без полного привода, но на других рынках модель сделает ставку на трансмиссии 4х4. Это сочетание подключаемого переднего моста, понижающей передачи и имитации блокировок. Логично, что салоном тоже поделился D-Max, хотя интерьерщики немного изменили декор. Сам салон трехрядный и семиместный. Богатым комплектациям положены 6 подушек безопасности, современная ездовая электроника и продвинутая медиа-система. Мы не случайно уделили так много времени обзору этой модели, ведь российский офис Isuzu обещал привезти MUX еще год назад, и возможно выход нового поколения ускорит этот затянувшийся процесс. Если дебют случится, у Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner появится конкурент, ведь по габаритам и концепции рамный внедорожник Isuzu копируют своих соперников. Главное, чтобы не подвела цена. А вот Peugeot даже не сомневается, что новый 2008 нужен российскому рынку, поэтому машины испанской сборки начнут прибывать до конца года. Уже объявлено, что свежее поколение объявится, вооружившись двумя бензиновыми турботройками на 100 и 130 сил. Младший двигатель укомплектован механикой, а для более мощного мотора доступен и шестиступенчатый автомат, хотя на западе вместо него ставят восьмиступенчатую коробку. Привод, как прежде, только передний. На демпинг со стороны представительства рассчитывать не приходится, поэтому фанатам французской экзотики скорее всего придется заплатить не меньше полутора миллионов рублей, хотя подробные прайс-листы Peugeot обещает раскрыть через неделю-другую.